Всем физкульт-привет! Это «Держитесь там» и я, ведущий программы Андрюс Таппинес. Вы смотрите нас на канале «Настоящее время», на эстонском канале ЭТВ, а также на ютюбе. И раз уж вы на ютюбе, давайте, ребята, подписывайтесь на наш канал. Со следующей недели здесь будет еще больше всего интересного. Ну, а это программа о тех, кто считает, что может за нас думать и решать. А также о тех, кого эти решения и мысли не удовлетворяют. Это программа о вас, о нас, о тех, кто приклеивает окончание «ас» к каждому удобному слову. Из Литвы с приветом всем бывшим, а ныне независимым республикам. Начинается Олимпиада, а это значит, что две с половиной недели все будут жить спортом и все другие дела и делишки будут меркнуть на фоне медалей. Как меркнут обещания депутатов на фоне состоявшихся выборов и как растворяется пенсионный фонд перед угрозами будущего. Конечно, Олимпиада в нынешнем году будет не столько про спорт, сколько про политику. Чего стоит только объединение Северной и Южной Кореи во время открытия Олимпиады под одним флагом. О, спорт, ты мир. Возможно, это маленький шаг для Кима, но огромный для человечества. Поживем, увидим. С другой стороны, все может быть гораздо прозаичнее. И руководство Северной Кореи отправило 150 человек на Олимпиаду с расчетом, что на обратном пути они смогут заскочить в дьюти-фри и привезти к Киму французские духи и безакцизный алкоголь. И для полноты восприятия джентльменского набора я отмечу, что Олимпиада в Хенжане побьет рекорды по презервативам. На каждого спортсмена в среднем полагается 37 презервативов на 17 дней Олимпиады. Тут даже если медали не завоюешь, все равно останешься довольным. К слову, о ваших и наших. Логичнее всего России было бы попроситься в состав украинской сборной. Ну, как с Кореями. И получилось бы, что Россия завоевала медали для Украины. За Крым. Ну, хотя, конечно, это все фантазии и абсурд. Как леопардовые меха Захаровой, как судебная система Чечни и как выборы Путина. Или по накатанной схеме Россия могла бы провести референдум в любой, в любой стране и выступить под понравившимся флагом. Ну, а что в итоге? Сборная России не едет на Олимпиаду в Пхенжан. Но спортсмены из России будут принимать участие. Пусть думают, что мы спортсмены. За мной! Состоялись и официальные проводы спортсменов, на которых президент России расставил все точки над «и» в допинговых скандалах, взяв вину за допинговые скандалы на себя. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить. В принципе, эта фраза Путина идеально подходит практически ко всему, что происходит в России. Берете любую, любую новость и вуаля! Простите нас, что мы не смогли вас от этого оградить. Простите нас, что мы не смогли вас от этого оградить. Простите нас, что мы не смогли вас от этого оградить. Простите нас, что мы не смогли вас от этого оградить. Простите нас, что мы не смогли вас от этого оградить. годовщины Сталинградской битвы, детей из детского сада Лукоморье поставили в снегу на колени, чтобы выложить их телами число 75. Ну, даже не знаю, что тут еще и добавить. А далее будем говорить о псевдоновостях, от которых не всегда удается огородить обычных людей. В одних странах эти новости приравнивают к государственным, в других с ними пытаются бороться, выпуская в эфир какие-то альтернативы новости или просто закрывая фейковый первоисточник. На официальном сайте Ватикана было опубликовано прослание Папы Римского Франциска, которое он посвятил как раз фейковым новостям. В нем говорится, что первым в истории ложную информацию распространил змей-искуситель, убедивший Эву сорвать плод с древа познания в райском саду. А уж потом этому научились все остальные и применяют это на каналах государственного ориентирования. По мнению Святого Престола, змей-искуситель стал причиной изгнания Адама и Эвы из рая. Змей, змей, а не женщина. Мы ведь всю жизнь считали, что во всех ужасах, которые происходят в мире, виновата она, женщина. Даже в песнях Ольги Бузовой виновницей считают ее, Ольгу Бузову, то есть женщину. Так ведь нет, оказывается, есть какая-то змеюка в режиссерской рубке, которая нашептывает, что Ольга Бузова певица, что кто, если не Путин, что рублик репок, что в стране все хорошо, что это все Запад виноват. А ведь можно было догадаться и раньше, что не представительницы прекрасного пола стали виновниками последних политических событий. Вы хоть раз слышали о жене северикорейского лидера? Женщину Александра Лукашенко видели? Даже тот, которого в России на четвертый сезон продлевают как сериал, и тот без женщины, то-то и оно. Ну и далее. В очередной раз мы с вами поговорим о мартовских решениях россиян. О выборах. Складывается впечатление, что девиз предвыборной кампании Путина «Будь проще, и народ к тебе потянется, мужик!» Правда, отмечу, что весь народ на встречи с главным кандидатом не пустят. Но только доверенные лица могут насладиться искренними речами того, за кого они держатся и других призывают. Кто стоит в линейку в ряд – это путинцев отряд. Среди доверенных лиц вы не заметите ни одного лица, недовольного жизнью. Все счастливы, сыты, успешны, популярны и петросян. Юмористов среди доверенных лиц много, однако смех в зале смог вызвать только актер Владимир Машков, который сыграл главную роль в фильме «Движение вверх». «Вам спасибо большое за фильм», – сказал Владимир, который президент. Владимир, который актер, удивился и обрадовался, что президент сходил на премьеру. Хотя информации об эвакуации, как перед инаугурацией, не было. Кинотеатры на спецсеансы не закрывали, никого из залов не удаляли. Я никуда не ходил, я флешку включил. Что украли? Флешку могу включить. Не, не украли. Далее посмотри. Хорошо. И вот это очередная фраза, которой можно оправдываться за свои грехи. И на тонны денег в карманах чиновников мы тоже просто смотрим. Почему сразу украли? Коррупционные митинги? Это мы просто смотрим. Кто-то другой украл? Крым? А Крым мы взяли, чтобы посмотреть. Почему сразу украли? Ну почему сразу украли? Крым, Крым! Какой Крым? На, обыщи. Обыщи, обыщи. Вон там, в левом кармане. Сиди. Доверенные лица главного кандидата – это тема для отдельного исследования. Чего стоит в этом списке хотя бы тысяча чертей. Каналья и щенок. И все это в лице одного мушкетера из Питера. И режиссер самых духовных фильмов о России. И автор самых бездуховных песен. Актеры, певцы, танцоры, акробаты. Были там и главные весельчаки страны – Петросян. И тот, у кого он свои шутки ворует – Масляков. И ни один из них не смог вспомнить ни одного анекдота про Путина. Ну вот, заклинило, блин. Знаете ли вы анекдоты Владимира Путина? Если у вас любимый, могли бы поделиться с нами? Да, безусловно, есть. Но этот ряд анекдотов не очень приличный. Память, конечно, могла бы к ним вернуться. Но, знаете, есть риск, что тогда вечными спутниками медийных товарищей были бы не телевизионные камеры, а те камеры, от которых не зарекаются. Но что получается, друзья? Путин доверяет только артистам, спортсменам и себе. Инженеры, врачи, дальнобойщики, учителя не были замечены на этом празднике жизни. И получается, что спокойная и уверенная жизнь может быть только у тех, кто рядом с властью. Рядом? Рядом, сказал! Не лает, не кусается, на президента не бросается. Лапу первым подает. Лапу первым подает. Волю нервам не дает. Волю нервам не дает. Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал. Россия не единственная страна, в которой есть незаменимые люди. И сейчас наша рубрика о тех странах, в которых также есть те, кто ушел с головой в политику своей страны. Настолько глубоко, что уже не откопать. И оттуда эти люди пытаются влиять на всех и вся. Это такие информационные кабели, которые не разрубишь, не убьешь. Сегодня наша постоянная рубрика так и называется. Кабель. Это такие порталы, которые протянули из преисподней в Беларусь. Через Казахстан. Ну и вот в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Алмате, в тот момент, когда рассматривалось постановление Совета министров Беларуси номер 666, произошло землетрясение. Как рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, это для всех нас урок, а для Республики Беларусь знак, сигнал божий. Поговаривать, что божьи сигналы сопровождали премьеров по ходу всего заседания, и что причиной, конечно, были белорусские представители. Ну то, знаете, зеркало разобьют, то с пустыми ведрами навстречу явятся, то под лестницу пройдут, то перед каждым участником черную кошку пустят. Наши специалисты Института специального изучения запредельного оккультизма Республики Беларусь, сокращенно СИЗО Беларусь, авторитетно заявляют, для снятия порчи с постановления 666 надо дать Беларуси беспроцентный кредит, переписать его на другие страны и сказать, что так и было. И, возможно, тогда белорусский Люцифер не будет являться премьером во сне. Но что снится самому властелину, девяти окружностей белорусской власти, увы, неизвестно. Чтобы понять, как я сплю, со мной надо спать. Ну а если серьезно, что это за 666-е постановление, никто не знает. Даже помазанник российский Дмитрий Медведев. Однако он заявил, что постановление вводит определенные ограничения. Ну, наша передача предполагает, что ограничение на знания. Нет, среднее образование в Беларуси еще никто не отменял. Пока что. Но вот информации о том, что за выборы пройдут 18 февраля, какого значения, а главное, кто? Кто они? Кого выбирают белорусы? А вот эту информацию маленько скрывают. Я не знаю, кто представляет мой район, что это за люди. Нигде про них не слышал. О кандидатах ничего не знаю, сразу говорю. А я еще не знаю, за кого. Когда? Ну вот, не помню сейчас. Известно лишь одно. Выборы обойдутся белорусскому народу в 10 миллионов долларов. Почему столько и на что пойдут эти деньги? А-а-а, вот загадка для настоящего детектива. Мисс Марпл, Иркюль Пуаро, Шерлок Холмс, Мегре. Ребят, забудьте. Старина. У нас есть новый законодатель правового жанра, гроза преступности, сам себе адвокат и прокурор, Александр Григорьевич Лукашенко. По словам Лукашенко, благодаря именно его личному участию удалось раскрыть преступления прошлых лет. Убийца, которого оправдал белорусский суд, скрывался в России. Как рассказал Мегре Шкловского района, он сел и сам, сам за сутки изучил дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Ну и при том, батька контролировал весь этот процесс. И оказалось, что задержанный убийца. Дедуктивный метод, элементарная логика, скрипка и морфий. Вот что сопровождало великого Шерлока Холмса. А Александра Григорьевича сопровождает Николаша, урожай и всенародная любовь. Видимо, перечитал Григорьевич Акунина и Донцову. Ну, с кем не бывает. Страшно другое. А вдруг белорусский президент решит прочитать что-нибудь другое. Не детектив. Властелина колес, например. И тогда каждого белоруса обяжут отправиться в путешествие туда и обратно. То есть до Гродно и обратно. А войну шести областей сможет разрешить только кольцо всевластия в руках усатого волшебника, который будет кричать «Беларусь, моя прелесть!». Вы только подумайте, если он прочитает «Дюну», то экономика в Беларуси вдруг будет держаться на червях. Если прочтет Стивенсона, то вся Беларусь будет искать клад. Страшно представить, что будет, если Лукашенко вдруг решит прочитать любовный женский роман. Ведь тогда Александр Григорьевич и экономику поднимет и раскроет Беларусь для европейской интеграции. Но это пострашнее любого детектива. Жаль, что Конституция пока на полке пылится. Никто ее не читает. Ну а теперь время для нашей главной темы. Сегодня мы с вами поговорим о культуре и отдыхе. И прогуляемся по паркам России. Постараемся подсчитать шишку-пенек и узнать, сколько представителей власти оставили на зиму себе любимым. А сколько отдали людям. В сентябре рядом с Кремлем открыли парк «Зарядье». Это изначальный бюджет 5 миллиардов рублей. Однако сперва он вырос до 13 миллиардов, а потом в итоге превысил 25. Практически лозунг перестройки. Усвоим 5 миллиардов за 25! К слову, великий и непревзойденный парк «Зарядье» вдвое дороже Нью-Йоркского хайлайн-парка. Но, с другой стороны, всего в 5 раз слабаки. Сочинский трамплин был круче с 1 миллиарда до 8. И это чиновники еще соревновались, а просто поглощали бюджет. А тут вам, пожалуйста, новый парк. Еще лучше, еще масштабнее, еще богаче. И, конечно, с красивым и многообещающим названием «Остров мечты». Весь покрытый зелью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Банк ВТБ предоставит кредит в 37 миллиардов рублей на строительство «Острова мечты» в Москве. И, судя по названию парка, тут серьезно планируется импортозамещение таких офшоров, как Сейшели, Кипр и других островов, где любой чиновник может хранить свои кровные деньги и воплощать мечты. И тут все логично. Разве можно доверять российским банкам? А вклады? Вклады должны быть непременно в долларах и закопаны в парке. Ну, на крайняк в евро. Это тоже логично. Разве можно доверять рублю? Закопаешь там и все. Тематический и ландшафтный парк и городской променад и торгово-развлекательная зона – только первая часть проекта «Острова». Ее предварительная стоимость – 81 миллиард рублей. Итога 81, минус 37, кредита и тут дилемма. Надо где-то раздобыть еще 44 миллиардика. Видимо, придется выкроить из бюджета. Но Россия – страна богатая. Мы завидуем. Так что учителя и медики могут потерпеть. Остров мечты станет самым дорогим парком в мире, переплюнув даже сингапурский Gardens by the Bay с искусственными деревьями. То ли россиян обвешивают и строят хуже, то ли американцы и сингапурцы за меньшие деньги получают больше. Но не стоит удивляться. Знаменитый московский парк Горького покупает новогодние елки за 12 миллионов рублей и строит домики для лебедей по 4 миллиона рублей штука. Не шутка, а штука. Домик для лебедей по цене однушки в Москве. А еще ведь нужно купить самих лебедей. Выкопать озеро, залить его водой. Да вот отдел. Метод, казалось бы, бюджетный. Но это только кажется. Вода должна быть как минимум святая. Но святой она становится только если Роспотребнадзор все проверит, одобрит и утвердит. Такие схемы отмывания можно подсмотреть на крещение. В Оренбурге, например, возле храмов продавали канистры для святой воды. Пятилитровая по 70 рублей была, для экономных 25 рублей за полтора литра. А ведь в крещении и так вся вода святая. Особенно та, в которой полоскались святые люди. Но вернемся в Златоглавую. Москва чемпион по освоению городских пространств и городских бюджетов. На территории отдыха в 2017 году столица выделила 50 миллиардов рублей. Для сравнения, бюджеты Екатеринбурга или Новосибирска едва дотягивают до 40 миллиардов. И вновь формула «кто не работает, тот ест» подходит как нельзя лучше. Кто не работает, тот отдыхает. Москва не Россия, Екатеринбург не столица, парки не больницы и тем более не школы. Вот и внешторгбанк посмотрел, так посмотрел на мерию Москвы, да и решил заняться парками. ВТБ второй по величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала. И принадлежит он государству, то есть народу. Вот руководит банком Андрей Костин, один из самых оплачиваемых топ-менеджеров госкомпании. Несколько лет назад Костин даже возглавлял рейтинг журнала Forbes, заработав за год 37 миллионов долларов. Президенты и гендиректоры крупных европейских банков получают вознаграждение минимум в 10 раз меньше российского коллеги. А? Можно, конечно, сравнить зарплаты рядовых сотрудников, но кому до них есть дело? Тем более, если взять средний годовой показатель зарплат, то Костин просто в одиночку, не покладая сил, без сна и выходных тащит показатели в горы. ВТБ выкупил под офисы большую часть комплексов Евразия и Федерации в Москва-Сити. Стоимость такой недвижимости – миллиарды долларов. ВТБ легко прощает миллиардные долги олигархам, если они, как Константин Малафеев, придерживаются правильной гражданской политики по украинскому вопросу. Дорогие мои зрители, если в ближайшее время вы собираетесь взять ипотеку, не забудьте упомянуть, что Крым – ваш. Хохлы – предатель, бандера – бандит, и будет гораздо легче. Ну, а если вы уже набрали кредитов и к вам приходят коллекторы, то пользуйтесь этой же схемой и для пущей уверенности прямо на глазах у стражей закона вылейте борщ в канализацию. И все то стоит делать перед портретом Путина. Помните, чем крепче гражданская позиция, тем больше доверия вы внушаете. Деньги, конечно, вам придется вернуть, если вы задолжали меньше нескольких миллиардов. Ну, на разоплачениях многомиллиардных афер в ВТБ 10 лет назад началась карьера молодого блогера Алексея Навального. С тех пор масштаб деятельности Госбанка только увеличился, миллиарды из рублевых превратились в долларовые, а молодой блогер превратился в старого безымянного персонажа. И пусть имя его не произносит в суе, персонаж не сдается и ведет за собой массы, пока только массу задержаний, причем чаще всего собственных. Давайте вернемся к тем, кого все в стране устраивает. В прошлом году на деньги ВТБ произошла одна из крупнейших приватизаций в истории России – 20% акций Роснефть. Да, только в России приватизация проходит на государственные деньги. Правда, ее приходится маскировать под сделки с участием швейцарских, катарских и китайских компаний. Сам ВТБ давно приватизирован людьми, управляющими Россией. За сотни миллионов рублей банк арендует недвижимость у бывшей супруги Владимира Путина Людмилы. Дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, получает в ВТБ ипотечные кредиты на покупку жилья в Париже. Притом под 2,5% годовых, когда в России ипотека банка начинается с 10. Кипрская дочка ВТБ открыла панамскому офшору Сергея Ролдутина, друга юности Владимира Путина, невозвратную кредитную линию больше, чем в полмиллиарда долларов. За то, что ВТБ стал личным кошельком российской элиты, он попал под международные санкции. А всем, кто попал под санкции, положен утешительный приз. Братьям Ротенбергам дороги и Крымский мост, Андрею Костину парки остался только воздух. Дышите там, дышите полной грудью и про запас. Пока это бесплатно. На этом все. Это была программа «Держитесь там». Увидимся через неделю. И на канале Ютьюбе ждите наш сюрприз. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова